прайм фитнес привет бит фитнес привет сейчас ждем алина начнется эфир как двухминутная готовность боевая вот отлично алина у нас связи добавляем алина привет привет проверим связь как у нас со связи все ли хорошо слышит нас и зрители все отлично я думаю привет вот друзья начали добавляться наши и я хорошо да все алина отлично связь есть итак я хочу всем напомнить о том что инициатива проведения прямых эфиров была направлена на то чтобы популяризировать на замечательную сферу фитнеса показать и выявить самых активных самых позитивных людей которые действительно тратят очень много сил времени и много лет на то чтобы прививать нашим гражданам здоровье хорошее настроение и оставаться всегда форме в прямом и переносном смысле поэтому для своих эфиров я тщательно отбираю гостей и уже много авторитетных серьезных профессиональных людей мы слышали и я благодарю алин тебя за то что ты приняла приглашение и почему именно кандидатура твоя я сейчас немножко рах крови зрители об этом узнают потому что все критерии которые нам нужны были для сегодняшнего эфира как раз вот совпали у такого замечательного тренера как алина а в чем замечательность и в чем прелесть сегодняшнего эфира я думаю наши зрители обязательно услышат но и сейчас я хочу представить нашу замечательную красивую гостью профессионала с большой буквы человек который однозначно много лет посвятил сфере фитнеса и я представляю алина персональный тренер виджим презентер международных фитнес-конвенций мастер-тренер команды тактиллс милс россия об этом мы конечно поговорим амбассадор рибок хореограф и самого начала первый мой вопрос алин вот кем ты мечтала быть в детстве и как жизнь судьба тебя привела к этой замечательной сфере фитнес ну во первых я хочу сказать спасибо большое что пригласили меня поучаствовать в эфире действительно я наблюдаю за вашими фирме спасибо вам за тот месседж до которого несете в этот мир и для меня очень почетно быть сегодня вашим гостем спасибо большое спасибо всем зрителям которые сейчас с нами дорогого стоит я сколько себя помню я всегда мечтала танцевать и я себя помню примерно с четырех лет и мне кажется я родилась уже с этим желанием безумно хотел танцевать все время при этом некому было водить меня на занятия родители работали а все танцевальные школы были очень далеко от моего дома я помню вот это детское горе когда ты безумно чего-то хочешь но твое бессилие да ты не можешь ничего сделать и примерно год и я прям помню вот эти детские ощущения такого детского горя я ходила со своими подружками ну когда их водили бабушки например на занятия я ходила вместе с ними чтобы хотя бы со стороны посмотреть как это вообще что такое мир танца и как это все происходит и тут примерно через год моих страданий одна из танцевальных школ это хореографическое отделение школы искусств то есть вполне себе серьезное учреждение которое выдает диплом и тогда она переезжает переезжает и в общем рядом располагается рядом с моим домом да буквально соседнем здании и вот наверное уже в детстве я тогда поняла что если ты чего-то очень сильно хочешь что произойдет все что угодно невероятное но твое желание обязательно сбудется если оно искренне и если ты действительно этого хочешь вторая второй момент который я обожала это путешествие но в моем детстве не было всевозможных заграниц и так далее как сейчас у меня бабушка были бабушки которые жили деревне у меня был старший брат конечно же я была в компании с мальчишками всегда самого детства и вот это знаете история что там находится в соседней деревне давайте съедем узнаем что находится в соседнем саду там заброшенном стаду а что там не знаю вот на той свалке в общем вот этот детский интерес а что а что а что он был самого детства и сейчас конечно я реализуюсь вот именно в путешествиях я обожаю путешествовать это вот вторая моя страсть после моей работы а как привели к фитнесу ну началось все с танцев и все детство я танцевала но при этом я очень хорошо училась и у меня в общем математический склад ума был и когда я закончила школу я поступила в технический вуз очень известный нашей стране им гатунь небаумна и и там я тоже пришла в танцы то есть у нас был спорткомплекс нужно было выбирать вид спорта и я тоже естественно пошла в танцы куда бы я не поворачивала своей жизни меня жизнь она все равно куда-то вот приводила в эту сферу и после этого был какой-то момент когда у меня один из партнеров когда-то там исчез я искала нового и мой молодой человек на то на то время слушайте у нас тут есть занятия какие-то проходят эрогика какая-то тогда это все только начиналось это было порядка 20 ой 15 лет назад я подумала боже мой какая-то эрогика это ничего высокохудожественного ну в общем он уговорил меня на одно занятие и я пришла и я просто влюбилась в этот мир мне очень повезло с тренером и это вот то чем я часто рассказываю ребятам на своих обучениях как важно ну то есть у нас всегда на уроках есть человек который пришел в первый раз да и вот именно от нас в этот момент зависит влюбится он в этот мир да или он скажет о нет не это что-то не для меня мне очень повезло потому что был тренер который влюбил меня в этот мир с первого занятия я сначала была занимающейся ну и потом соответственно мне предложили пройти обучение и потом я работала в этом клубе и так постепенно постепенно вливалась в этот мир поняла что уже больше ничем не хочу заниматься хочу заниматься фитнесом а сразу дадим вот лайфхак нашим тренером особенно начинающим вот чем зацепил тренер алину наверное своей харизмой своим профессионализмом на самом деле у нас у всех это есть да просто все же понимают что бывают дни когда ты приходишь и вау и ты зажигаешь и ты реализуешься прям вот во всей своей красе да бывают сложные дни когда ты идешь и там может быть ты устал да или у тебя что-то в жизни случилось и вот здесь очень важно когда ты закрываешь дверь зал да где тебя ждут люди очень важно всю свою жизнь и все свои там возможные проблемы оставить за дверью да и вот этим определяется профессионализм я считаю что если ты вдруг что-то случилось вот совсем да такое страшное ты понимаешь что ты не можешь провести урок вот на высшем уровне то лучше найти себе замену но если ты уже оказался здесь и люди пришли к тебе на урок нужно выложиться на сто десять процентов чтобы у тебя вот не было внутри и как ставить цели и добиваться их совет от Алины ну я не какой-то супер коуч да но я просто могу рассказать что как это происходит у меня и вообще как это происходит в моей голове во первых нужно понять да что если у тебя появилась какая-то цель да или какое-то желание то на самом деле у тебя есть все для того чтобы реализовать все иначе бы оно просто не появилось в твоей голове об этом сейчас даже говорят люди которые изучают мозговую деятельность да говорят что если у вас появилось какое-то желание то уже ваш мозг он уже простроил все вот мостики и уже даже знает как этого достичь и вот здесь самое главное не свернуть с намеченного пути конечно же очень важно работать со своими страхами потому что ну мы все так или иначе чего-то боимся да или переживаем или волнуемся это нормально и как говорят успешный человек отличается от неуспешного только тем что успешный испытывая страх он перешагивает через него и идет дальше да и делает какие-то шаги а не успешный он просто пугается и не идет дальше просто ничего не делает поэтому здесь вот очень важно быть смелым взять себя в руки и перешагивать через свои страхи идти вперед хотя бы маленькими шагами что-то делать по направлению к своей цели и иногда ты думаешь иногда вернее бывает такое состояние когда ты вообще не знаешь что делать ну вот как бы я хочу а что делать непонятно и у меня тоже такое бывает и в таких ситуациях я просто думаю вот что я вообще могу сделать сейчас даже самые банальные вещи я просто это начинаю делать у меня множество историй вот таких одна из них я просто часто рассказываю об учении она связана с фитнесом и однажды я проводила обучение в городе Ростов-на-Дону и мы затронули эту тему вот желание то что нужно быть храбрым стремиться к чему-то да идти вперед не останавливаться развиваться и одна из девочек говорит Алина ну понятно в этом в Москве у вас много возможностей у вас ну и это действительно так да в Москве ну действительно больше возможностей чем у ребят в регионах я говорю ну ребят вы никогда не знаете как повернется жизнь и что вообще произойдет да важно очень важно просто верить и идти вперед это было в марте а эта девочка очень хотела стать естественно презентером да она меня спрашивала как вот можно стать ну презентером в какой-то программе выступать на сцене и так далее это было в марте и летом в августе проходит фестиваль очень известный Russian Fitness Fair это очень крупная конвенция международная и организаторы Russian Fitness Fair проводят такой конкурс нужно было рассказать историю как ты свою историю в Лос-Миллс да как ты появился в Лос-Миллс и твой путь и по итогу выбирали несколько человек победителей которые потом презентовали треки вместе с нами на сцене да и вместе с мировыми презентерами которые были приглашены на эту конвенцию и вот эта девочка которая в марте мне говорила что ничего невозможно и я вообще здесь живу в Ростове просто ничего не может быть в моей жизни она выигрывает этот конкурс и уже в августе она стоит на одной сцене на крупнейшей в России международной фитост конвенции с презентерами мирового уровня ну то есть вот как может было предугадать этот путь это просто неизвестно да но тем не менее это говорит о том что если ты чего-то хочешь это желание искренне оно обязательно исполнить не знаю как неизвестно но оно произойдет совершенно точно и я думаю что очень оптимистичный совет и личный пример как раз сегодня прозвучал прямо сейчас от Алины я думаю что берите и делайте не сдавайте сидите вперед и все получится правильно Алина да обязательно ну конечно очень важна поддержка это безусловно каждому человеку каждому это может быть ваша вторая половинка это может быть ваши друзья это могут быть коллеги кто угодно да как тоже буквально вчера я слышала такое мнение что каждый известный человек он проходит несколько стадий то есть сначала вас никто не замечает под ног над вами смеются потом а потом с вами борются и потом вы побеждаете абсолютно и вот эти конечно стадии когда над вами смеются да и борются но они понятно что да более там в разных степени могут происходить на этих стадиях очень нужна поддержка очень и важно ее найти абсолютно точно у Алины еще есть одна особенность она уникально обладает таким даром завоевывать публику через камеру телефона я об этом читал я об этом слышал вот каким образом это получается сделать я имею ввиду тренировки в онлайн формате которые вдохновляют воодушевляют и очередь стоит на тренировке онлайн Алины как удается найти вот этот контакт через экран телефона через камеру телефона Алина вы знаете это было непросто честно скажу что я могу рассказать про свой опыт первого онлайн урока интересно это было первое прямое эфиро скажем так и я думала боже мой это же даже проще чем провести обычный урок потому что не нужно наблюдать за людьми в зале да ты их не видишь не нужно держать с ними связь и так далее я просто вышла сделала собственно все когда я оказалась перед камерой и поняла что у меня нет людей я это поняла прям в прямом эфире я очень растерялась и это было даже потом очень забавно потому что я не думала что я говорю какие-то нелепые фразы начали вылезать из моей головы я напомню что на тот момент я ну я была более чем 15 лет в фитнесе да я уже была презентером и это была очень неожиданная для меня ситуация у меня было такое искреннее ощущение что я первый раз вообще вышла на урок вот честно мой первый урок в фитнес-клубе я думаю все его помнят ну слава богу что я уже там не переживаю да на счет этих вещей в общем потом я думаю что это такой же опыт как и все остальное то есть с каждым разом я перешагнула через этот свой страх да через свою неудачу через этот позор да может быть я просто перешагнула я начала вести прямой эфир как бы тяжело мне не было а мне было очень тяжело но постепенно на самом деле буквально несколько эфиров я уже могла расслабиться и уже вела тренировки естественно то есть это просто такой же опыт ну и просто быть собой да я всегда говорю и ребятам нужно обучение учитесь у всех но при этом оставайтесь собой будьте искренними и тогда сто процентов вот вас будут воспринимать потому что люди они даже если они вас не знают они на каком-то очень тонком уровне чувствуют вот ну неестественность да или когда мы хотим показаться кем-то поэтому вот научиться расслабляться и отпускать этот момент он очень важен это не просто но если научиться то наушники то намного проще вести труд и труд не останавливаться не бояться и преодолевать страхи и выходить на желаемое правильно да ну я вообще такой фанат развития я постоянно учусь постоянно развиваюсь я не представляю и это правильно да мне кажется у нас настолько такая сфера деятельности настолько все быстро меняется вообще в мире и в фитнесе особенно что ну невозможно просто становиться но при этом да действительно трудиться да действительно много над собой работать но это должно быть в удовольствие я за то чтобы получать от этого удовольствие когда ты любишь то что ты делаешь тебе это не сложно а тренер фитнес-клуба это профессия или это призвание Алина? я думаю что это призвание я мне очень нравится то что я нахожусь в такой среде где люди пришли по зову своего сердца да я не знаю ни одного тренера которого там не знаю заставили родители или там по каким-то другим причинам мы сейчас о успешном тренере что? о тренере каком? мы говорим сейчас об успешном тренере правильно? то есть успешный тренер это призвание безусловно да ну да возможно появляются в этой сфере какие-то люди да с целью например там заработать денег или потому что это модно но если это не призвание да они достаточно быстро уходят из этого мира это абсолютно точно Алин будучи персональным тренером ты добилась ну я считаю определенных высот и это очень достойно и титулы и те сейчас пункты о которых я еще раз повторю я думаю что за этим стоит многолетний труд опыт профессионализм вот презентер международных конвенций это очень здорово и круто многие об этом мечтают как стать тренером вот этого формата как это как этого добиться ну во первых конечно же развитие обязательно постоянно учиться постоянно быть на виду постоянно посещать всевозможные мероприятия да чтобы вас видели проявлять себя сейчас мир вообще соцсетей да проявляйте себя будьте активными и обязательно вас заметят и обязательно ну там пригласят да куда-то на какую-то конвенцию очень важно конечно же окружение то есть в какой среде вы общаетесь люди да с которыми вы коммуницируете очень важно оказаться вот в компании единомышленной успешный фитнес-тренер Алин это самостоятельный человек или это все-таки командная работа ну и успешный фитнес-тренер а я думаю что здесь и самостоятельная работа и опять же как я говорил поддержка очень важна да например если я буду говорить про свой путь в лос-милс то однозначно поддержка очень многих людей помогла мне вырасти однозначно поддержку моей команды вот теперь поподробнее многие просто не знают я это проверял действительно и многие не знают о существовании лос-милс и я бы хотел раскрыть подробней что это за компания для тех кто не знает давай сейчас об этом поговорим ведь хороший качественный продукт как я считаю по моему мнению я думаю ты тоже с этим согласился и тем более ты там внутри находишься вот давай подробнее поговорим об этом продукте что это когда появилась эта компания на рынке фитнес-индустрии ну я так понимаю что относительно недавно и вообще что это за продукт стоит ли обращать на него внимание ой я могу про лос-милс говорить просто очень-очень долго потому что для меня это гораздо больше чем просто продукт лос-милс это групповые тренировки номер один во всем мире компания на самом деле существует более 50 лет лос-милс это нечто большее чем просто фитнес лос-милс это про глобальную цель да цель лос-милс это чтобы каждый человек был здоровым причем не заставляя его заниматься фитнесом а влюбляя его в это влюбляя его в этот мир лос-милс это лос-милс это про ценности это про про одну команду про одно племя про поддержку это про быть смелым быть номер один однозначно и быть смелым в достижении этой цели для меня это не знаю для меня это моя команда это мой такой второй дом это целый мир сколько времени ты знакома с лос-милс сколько времени ты знакома с лос-милс и чем конкретно ты занимаешься или какие программы ты уже освоила в лос-милс много программ они очень разные есть силовые тренировки с оборудованием например бодипамп это тренировка которая занимает первое место в книге рекордов Гиннса это как самая многочисленная групповая тренировка есть тренировки mind-body это body balance есть тренировки интенсивные например грит есть танцевальные шебем боди джем ну то есть их очень много они все разные и каждая из них влюбляет в себя по-своему я практически все все тренировкам уже обучилась и сертифицировалась это body pump body balance body jam шебем это танцевальные тренировки недавно я прошла онлайн кстати обучение по программе гри интенсивная тренировка 30 минутная так что у меня еще есть еще есть лос-милс бар конечно же тренировка вдохновленная балетом любимый боди комбат был любимым мною боди комбат прошла ли алина ларина боди комбат нет просто для танцора боди комбат это конечно очень забавно то есть вот эти вот кулаки но я кстати мечтаю пройти ну я думаю что до боди комбата я тоже обязательно доберусь безусловно лос-милс тонн тренировка которая такая соединяет в себе все направления она очень интересная забавная сикс воркс обожаю тренировку тренировка на мышцы кора очень умная продуманная такой тренинг ну в общем продукты лос-милс это очень продуманные качественные тренировки то есть в Новой Зеландии существует целый институт лос-милс для каждой тренировки тестируются она очень долго длительное время готовится привлекаются специалисты из различных сфер для того чтобы получился действительно качественный полезный для здоровья продукт и это безусловно бесценный продукт и это номер один в мире совершенно точно у лос-милс есть и вторая сторона как реальные тренировки которым могут обучаться тренеры так и виртуальные тренировки и этот продукт я общался тоже с представителями лос-милс в России и статистика довольно сейчас успешная для них и по их меркам она идет в гору идет рост виртуальных тренировок идут покупки виртуальных тренировок то есть разберем вот немножечко виртуальную тренировку ведь я задам вопрос как считает Алина Ларина есть ли будущее виртуальных тренировок или это вообще будущее конечно же есть мы можем к этому относиться абсолютно по-разному но таков мир что за этим продуктом будущее как бы мы к нему не относились и как бы сейчас нам это не казалось ну странным да или каким-то может быть неестественным нет за этим будущее и я не вижу в этом если честно ничего страшного наоборот мне кажется здорово здорово интересно в этом есть много плюсов Алина а в чем же плюсы в чем вот это здорово виртуальных тренировок ну смотрите виртуальные тренировки на самом деле у Лос-Миллс например появились еще до да всех нам известных событий до пандемии и каким образом это происходило в нерейтинговые часы в клубе например там в два в три часа дня да когда не так много людей на огромном экране включается там видео релиза и желающие люди заходят и тренируются да то есть с точки зрения бизнеса это увеличить спектр услуг для своих занимающихся дальше для нас тренеров это же так удобно человек уехал в отпуск да у него заболел ребенок или не знаю у него порвало трубу там все что угодно может случиться да и он не может приехать в клуб пожалуйста всегда можно позаниматься онлайн более того я могу сказать что мы как тренеры и люди соответственно не ограничены рамками своего клуба то есть для меня было великим счастьем когда я допустим побывала на онлайн уроки своего любимого хореографа который живет в Америке и она ни разу не была в России когда бы я еще доехала до Америки да и побывала на ее живом классе а здесь у меня есть возможность заниматься так и человек он может выбрать любого тренера живущего в любом уголке там России или мира мы как тренеры можем найти клиентов по всему миру даже да а есть ли опасность для тренеров для большинства числа тренеров остаться без работы ну я думаю такая опасность всегда есть много что может случиться но здесь как раз все зависит от твоего профессионализма да от твоего желания учиться двигаться и быть гибким да мне кажется это вот одно из самых важных качеств сейчас в современном мире насколько ты гибок и насколько ты умеешь подстраиваться под быстро меняющийся мир да потому что те ребята которые быстро среагировали например на онлайн формат когда вот только-только началась да все эти события они мне рассказывали что они заработали даже больше денег чем они работали вот в прежнем режиме поэтому все зависит от тебя в общем как всегда мне кажется Алин задам такой провокационный вопрос и многие тренеры сейчас начнут закидывать меня помидорами кальян и фитнес-тренер это совместимые вещи или нет? я не употребляю кальян я не специалист в кальянах честно говоря ну я никогда не курила и кальян в том числе поэтому мне сложно ответить на этот вопрос просто я не специалист в кальянах хорошо Алина пошла бы Алина пошла бы к тренеру который скажем балуется вот этим делом или нет? я думаю я думаю я думаю да пошла бы потому что для меня важно ну если бы я если я была бы уверена что он профессионал и что он решит мои задачи да поставленные перед ним то почему нет? а это вредная привычка несомненно это вредная привычка она не может относиться к здоровому образу жизни и ведь тренер это все-таки лидер это тренер мотиватор это тренер как раз высота на которую хочет быть похож последователь и лучше бы наверное чтобы этой привычки не было нет Алина? ну вы знаете я вообще конечно за здоровый образ жизни и согласна с вами что начинать нужно с себя да да в первую очередь конечно я просто ничего не понимаю в кальянах честно вам скажу и даже мои друзья их не курят не табак там не табак нет просто сложно с этой точки зрения если мы говорим о том что допустим пошла бы ли я к тренеру который у которого есть вредные привычки несмотря какие да да если тренер ест например там сладкое ну вот это плохая привычка или хорошая начинать конечно нужно с себя очень важно быть примером для своих занимающихся ну все мы люди и ну все зависит от степени да этой привычки и наверное конкретного какого-то случая я бы наверное рассматривала такие моменты конкретно наши телезрители нас отговаривают пишут не ходить только за зож и мы конечно же присоединяемся в принципе этому мы следуем с Алиной Алин перехожу к следующему вопросу амбассадор это новое интересное слово для многих оно непонятно и загадочное риба это понятно это круто это здорово что такое и Алина является представителем рибок амбассадор рибок вот давай вот эту тему немножко раскруем и как стать амбассадор рибок как стать амбассадором рибок это хороший вопрос который наверное нужно задать рибоку потому что я не знаю если честно их критериев да конкретных я могу сказать про себя что я действительно очень люблю этот бренд и еще до того как я стала амбассадором я одевалась только в рибок у меня весь шкаф завален этой одеждой я искренне это люблю и вообще мой принцип по жизни это делать только то что ты любишь амбассадор это да это представители этого бренда в чем это заключается мы ну я ношу эту одежду но я это ношу не потому что я амбассадор а потому что я люблю и потому что у меня ее много мы представляем мы представляем этот бренд когда проводим различные мероприятия на конвенциях и мне просто очень близки ценности да рибока этой компании поэтому я амбассадор это очень здорово и я думаю что не просто так был у нас вопрос за кулисами как раз интересовал вот эта тема и я думаю что также то есть компания должна заметить спортивного человека для того чтобы пригласить его стать представителем правильно я понимаю да анализируя просто вот всех тех амбассадоров которых я знаю да это ребята которые ведут здоровый образ жизни это которые пропагандируют здоровый образ жизни это которые ведут тренируют да они сами тренируются и успешно тренируют своих занимающихся это абсолютно точно можно сказать лидеры которые вдохновляют своим примером других людей если все вот эти качества да вас будут вы обязательно станете амбассадором чем занимается вот в этот период Алина ведь резко резкая остановка фитнес-клубов привела к тому что просто многие выключены абсолютно из своей любимой профессии и даже потерялись немного вот как нашла себя в этот период Алина я ну сначала я использовала свой принцип если ты не знаешь что тебе делать то делай что-нибудь вот что-нибудь я просто села и подумала что я могу сейчас делать я могу вести тренировки онлайн вести прямые эфиры я могу развивать свой инстаграм я могу сама повысить свой уровень проходя какие-то различные обучения онлайн которых появилось великое множество это здорово наконец-то появилось время на это поэтому я потратила все это время максимально на свое развитие ну если мы говорим про работу да я прошла несколько обучений в различных сферах онлайн и сейчас еще прохожу я начала вести прямые эфиры благодаря этому у меня очень быстро появились клиенты на персональной тренировке онлайн причем сразу как-то много испомнили меня мои клиенты из клуба в котором я работала сто лет назад ну то есть это это дало очень хорошие плоды у меня сразу стало много персональных клиентов у меня появилось множество возможностей каких-то необычных вещей как например вот сегодня эфир у меня был как эфир с поваром я прямой эфир где мы готовили с шеф-поваром моего любимого кстати ресторана готовили это блюдо тоже был для меня очень необычный опыт в общем я к тому что когда ты начинаешь что-то делать то это обязательно даст какие-то свои плоды не знаю как но какие-то вот возможности они тебя находят то есть любые трудности можно перевернуть в плюс или найти в них плюс и развиваться это все в наших руках правильно алин вы знаете я вообще живу с осознанием того что все что происходит в своей жизни оно делается для тебя да даже не совсем приятное и на первый взгляд неудачное да или что-то такое я считаю что это все нужно для чего-то да то есть значит тебе сейчас нужен вот такой опыт да значит это тебе что-то даст поэтому я его восприняла вот так мы ждем мы ждем скорейшего открытия фитнес-клубов это я думаю что в скором времени уже произойдет и какие будут изменения в профессиональном плане у Алины когда откроются фитнес-клубы я думаю что я просто выбегу к своим людям я всех заобнимаю на обучениях и подарю у меня просто скопился огромный какой-то потенциал внутри который мне хочется отдать подарить мне кажется я что-то невероятное просто устроена на своих классах на живых дай бог если будут какие-то презентации презента что на сцене я думаю что все очень соскучились по этой атмосфере по этому драйву и это будет что-то невероятное на сцене Алин тренды 2020 года вот фитнес-тренды по мнению Алины это какие тренды если мы говорим про ну во-первых конечно же нужно понимать что будет в 2020 году потому что уже очень много слухов что будет вторая волна да и так далее ну не суть как бы то ни сложилось я думаю что конечно же онлайн история она будет продолжаться это будет главным трендом точно так же как и тренировки на улице аутдок сейчас они набирают обороты я думаю что это будет продолжаться я думаю что всевозможные гаджеты которые ну вот там часы которые отслеживают пульс давление не знаю сколько желудочного сока выделилось у тебя и так далее и сейчас даже говорят что скоро будет одежда например лосины которые вибрируют если ты вдруг принимаешь там неправильное положение в общем всевозможные гаджеты отслеживающие твои физиологические процессы они это тоже будет в тренде конечно же мои любимые групповые программы никуда не уйдут из топ конечно если мы говорим про персональный тренинг то я думаю что сейчас уже такая тенденция что фитнес тренер он не просто тренер а это такой коуч по жизни и я знаю что в Америке мне рассказывали друзья это уже абсолютно так и происходит фитнес тренеры проходят специальные психологические курсы там мотивация коучи сессии всевозможные для того чтобы быть не просто тренером для своих людей а настоящим коучем по жизни потому что все мы знаем да что это наверное история практически всех персональных тренеров когда ты долгое время тренируешь человека даже не долго человек делится с тобой и какими-то личными вопросами и какими-то проблемами на работе которые ты может быть и там не расскажешь коллегам да или не расскажешь семье он рассказывает тебе и это такая история которая происходит с любым тренером да и вот умение выслушивать умение может быть даже дать какой-то да совет или поддержать просто человека она вот очень важна поэтому я думаю что вот персональный тренинг он вот развивается уже в этом направлении прям чувствую это это за этим будущее какие еще тенденции ну конечно же если мы берем тренировки то высокоинтенсивные тренировки да они сейчас очень популярны я думаю что в 2020 году они останутся на пике даже если анализировать прямые эфиры да то они на этих тренировках максимальное количество участников и я думаю что еще один из трендов будет это тренировки для пожилых людей вот потому что фитнес фитнес в России примерно 30 лет да что это значит что 30 лет назад мы знаем что самый распространен скажем так возраст да людей в фитнес клубе 30-35 лет то есть 30 лет назад эти 30-35 летние люди влюбились в фитнес и пришли в этот мир сейчас им 60-65 и нужно что-то им интересное придумывать и я думаю что фитнес будет в этом вот сегменте развиваться очень активно то есть технологии будущего своего рода диджитал технологии назовем их так они это неизбежный путь к тому что чтобы войти в тренд функциональные тренировки активные это неизбежная часть тренер с дополнительными навыками персональный тренер я имею ввиду это неотъемлемая часть уже не окажется тех тренеров которые умеют просто показывать упражнения этого недостаточно для того чтобы выигрывать конкуренцию навыки должны расти и они должны приобретаться тренерами тренер не должен стоять на месте правильно я об этом вообще даже не говорю мне кажется это знаете это очень без этого без этого просто невозможно быть да потому что ты постоянно учишься постоянно растешь как профессионал бесконечно развиваешься да и все время все время ты должен быть на волне все время без этого вообще никак да без развития без постоянного повышения своего уровня а вот следующий вопрос как раз у кого учится Алина Ларина и есть ли какие-то кумиры есть какие-то маяки на которых ты равнялась хотела соответствовать данному уровню и может быть они сейчас есть очень много людей их огромное ну не огромное количество но их точно не один человек компания это понятно я уже это понял безусловно это вся моя команда у каждого из них ну моя команда это топ тренеры и у каждого из них я учусь в принципе я могу сказать что у каждого из своих учеников я чему-то да но учусь у своих ребят в своей команде каждый из них уникален и вот я все время хожу к ним на уроки у нас проходят перезагрузки я все время их посещаю очень внимательно их слушаю смотрю и ловлю очень много моментов их подачи команды как они вообще выстраивают свою презентацию ну в общем это очень много если мы говорим про персональный тренинг мне очень нравится Аня Воронина как она опять же да как коч как она преподносит свои лекции как она умеет там и пошутить и в то же самое время как она логично выстраивает материал что если мы говорим какие-то такие персонажи ну их тоже не один но мне очень нравится как Саша Ошкин в принципе реализует себя в этом мире да как персонаж какая-то уникальная личность это то что касается да учусь авторитеты их тоже не один безусловно это такой мой большой учитель Лос Милс это Сережа Карев и очень многому я ему обязана в Лос Милс да в своем пути Лос Милс он очень меня в свое время поддержал очень вдохновил и я всегда говорю Сереж тебе нужно быть каким-то а-ля Тони Робинсом я даже не говорю вторым Тони Робинсом потому что мне кажется он еще лучше для меня в моих глазах он очень умеет вдохновлять и в свою очередь когда он меня вдохновил когда-то сейчас я это несу своим ученикам и вдохновляю их ну это просто такой вот мой большой учитель я буду всегда ему благодарна за это для меня авторитет безусловно Иванов Кирилл это главный тренер нашей команды авторитет немало зависит сейчас нормально да в общем если берем Один из таких, Кирилл Иванов, мне очень нравится, как он справедливо... Одно из ключевых качеств, мне кажется, для руководителя – это справедливость. И Кирилл прям реализует его на 100%. Насколько он мягко, демократично мотивирует всю команду. Мне очень нравится. Я сейчас даже боюсь кого-то забыть, но действительно, это очень много. Мы зависаем, да? Очень много людей, отметила Алина, и это здорово. И, конечно, в жизни каждого тренера принимает участие огромное количество людей, которые формируют тренера. Я сказал о том, что, Алина, на самом деле ты перечислила очень много людей, которым нужно отдать должное, и в твоей жизни сыграло очень много людей важную роль для формирования тебя. Да. Немножко у нас как-то зависает. Вот можно сейчас, потому что у меня не было вашего изображения, я не видела, не услышала вопросов. Я поблагодарил от тебя, от твоего лица, всех людей, которые принимали участие в своем формировании, это очень здорово. Наша миссия, естественно, заключается в том, чтобы помогать гражданам нашей страны, людям, людям, тем, кто присоединяется, доверяет нашей профессии, становиться красивыми, счастливыми. И, как я всегда говорю, самое главное – оставаться, быть и продолжать чуть можно дольше, быть здоровыми. Здоровье – это самый ценный ресурс, ради которого, в принципе, мы учимся, развиваемся, не стоим на месте, проводим прямые эфиры. И это всё для того, чтобы стремиться, а это вообще целая планета, которая сохраняет, приумножает, дарит ценнейший ресурс здоровья. И в продолжении вот этой темы, какие же мечты, какие цели у тебя? Чего ты хочешь ещё добиться? Что-то совсем у меня связь пропала, но я так поняла, что… Раз, раз, раз. Я ещё раз повторю, Алин, чего ты хочешь ещё добиться? Какие у тебя цели дальше в сфере фитнеса? Сейчас я пока помашусь… Что-то мне со связью, я… Да, со связью что-то, какие-то проблемы. Через слово слышу. Я ещё раз повторю вопрос. Сейчас слышно, Алин? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, дорогие зрители, что вы помогаете, пишете вопросы для Алины. Сейчас мы попробуем вновь добавить Алину и надеемся, что все у нас получится и продолжим общение. Сейчас ждем Алину. Вот, Алина, мы добавляем тебя. Так. Ждем Алину. Все, вот сейчас. Алина, привет. Да, да, да. Связь вроде восстановилась у нас. И я продолжу. Какие дальнейшие цели в сфере физно-фильности у тебя? У тебя. Знаете, у меня такое искреннее желание нести, пропагандировать этот здоровый образ жизни, да. Пока что я, может быть, не вижу прям четко, как я это буду делать, потому что мир настолько меняется, да, и так далее. Но совершенно точно я хочу тренировать людей, хочу заряжать их не только фитнесом, да, а вообще вот этим здоровым образом жизни. Я искренне хочу, чтобы в нашей стране людей, которые ведут здоровый образ жизни и занимаются фитнесом, становилось как можно больше. Я очень хочу поддерживать всех ребят, которые приходят ко мне на обучение, вдохновлять их и сделать все, чтобы вот этот путь в Лос-Милс, да, у них был как можно более ярче. И вот сейчас продумываю несколько проектов, да, как я могу быть им тоже полезна. В будущем я очень хочу заниматься какими-то благотворительными вещами. Наверное, организовать, может быть, какой-то благотворительный фонд и помогать людям, опять же, в сфере здорового образа жизни, да, возможно, людям с ограниченными возможностями. В общем, хочу реализовать свой потенциал вот на максимум, на максимум. Насколько у меня это получится, насколько мне поможет там Вселенная, Бог и насколько у меня будет сил. Ну, по крайней мере, я сделаю все зависящее от себя для этого. Очень, ну, такое искреннее желание быть полезным людям в этом мире. Когда мы подбирали, как раз, претенденты сегодня, и все указали моего близкого, моего близкого кубя, охарактеризовав, что я как светлого, визуального, как это было уже видно, светлого, позитивного, и доброго человека, в принципе, и должен быть лучик солнца в сфере фитнеса. Я однозначно, что получится. Я желаю, если на цели плохие, то будет, то будет, то будет, то будет однозначно. И последний вопрос, чтобы мы не вылетим, мы не вылетим, мы не вылетим, 25 минут нужно положиться. Зрители, уважаемые, уважаемые, подключите, пожалуйста, еще раз. И мы быстро постараемся ответить, буквально 5 минут. И последний вопрос, который я даю, он плоским, плоским, он важен. В чем смысл жизни в мире? Вопрос вообще непростой, конечно. Мне кажется, разные периоды жизни я отвечаю, ответила бы на него по-разному. Но вот сейчас конкретно я очень учусь наслаждаться вот каждым днем и каждым мгновением жизни через реализацию себя как тренера, через реализацию себя как мама, как женщина и так далее. То есть много, у нас же много всегда сфер. Но в целом я очень хочу учиться действительно смаковать каждый момент жизни, прожить свою жизнь полной жизнью, насыщенной всевозможными событиями, конечно же максимально отдавая людям и научившись воспринимать даже неприятности, даже сложные моменты, как просто часть пути, которые тебя поднимают вверх. И полюбить даже эти моменты своей жизни, даже в эти моменты чувствовать вкус жизни и наслаждаться ей. Вот, наверное, такой у меня смысл жизни. А какие качества в отношении с людьми? Какие качества? Я начну с того, что я, в принципе, очень люблю людей. И чтобы я с кем перестала общаться, это действительно нужно постараться. Я всегда даю людям шанс. Я прям вот люблю людей. Я люблю, вернее, всегда нахожу в людях что-то хорошее. Это как-то с самого детства, и это даже неосознанно происходит. Я очень ценю искренность. Я очень ценю профессионализм. Я искренне наслаждаюсь, когда человек нашёл своё призвание, и он его реализует. Иногда, я думаю, человек, может быть, в жизни, ну, внешне, да, абсолютно обычной внешности, ничем не примечательно, насколько он становится красивым, когда он занимается своим делом. Абсолютно точно. Я очень ценю это, когда люди имеют смелость идти по своему пути, находят свой путь, и несмотря ни на что, вот реализуются в нём. Хотя часто это бывает непросто, да. Ценю, конечно же, профессионализм всегда во всём. Ценю доброту. И, ну, когда человек добрый, когда человек поддерживает, умеет поддержать. Наверное, вот такие основные качества. Ну что, замечательно. Алина, я хочу сказать, что на встрече поблагодарить, наверное, сказать, спасибо за приглашение на ИТО. Мы всегда за сотрудничество, активы и будем надеяться, что они будут полезны по этой салоне, нашими зрителями. Искренне тебе я желаю профессионального роста. Желаю вам счастья. Желаю вам счастья. И все твои мечты, личные, профессиональные, обязательно сбудутся. Обязательно сбудутся. Оставайтесь всегда такой лучезарной, целеустремлённой, уверенной, позитивной и таким добрым человеком, который будет ради добра. Это не хватает. Спасибо искренне тебе за такой легкий разговор, беседу, 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 всегда на связи. Я думаю, что мы с нашими зрителями прощаемся, прощаемся, всего хорошего, до встречи. Спасибо большое вам, что пригласили. Спасибо за то, что вы вообще делаете. Это безумно интересный проект. Спасибо. Очень важный, очень нужный. И спасибо вам большое, что вы так развиваете фитнес-индустрию, даже в таких сложных условиях. Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень интересно, очень приятно быть сегодня с вами. Спасибо всем ребятам, которые были с нами в эфире. Мне было хорошо с вами. Спасибо. Взаимно. Всего хорошего. До встречи. До встречи. Да, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что были с нами.